Холл городского дворца культуры в этот день как отдельный мир, мир искусства. Здесь порога, встречают живые скульптуры, создают настроение, звуки оркестра. Люди исключительно творческие собрались и в зале. Музыканты, художники, артисты. Татьяна уже четвертый год преподает сольное эстрадное пение. При этом сама продолжает учиться в институте и активно участвует в концертах. Говорит, всегда нужно стремиться к чему-то большему. За свою целеустремленность Татьяна получила награду в номинации «Открытие года». Мои дорогие ученики заняли призовые места, то есть вторую номинацию в юной конкурсе «Юный исполнитель Приднестровья». Это для меня знаменательное такое событие. Также мы участвовали в Одесском фестивале, конкурсе, тоже заняли второе место. 33 номинации и 35 победителей. Это преподаватели, работники учреждений дополнительного образования, библиотекари, организаторы мероприятий. Результат у них очень высокий, профессиональный. Мы живем в этом городе, мы знаем нашу столицу, мы знаем, какие яркие мероприятия проходили за этот период. Ярких работ было очень много. На церемонии награждения подвели итоги работы столичной культуры в 2013 году. Главным событием в этой сфере стало открытие культурно-досугового центра «Мир» в микрорайоне Кировский. Там уже занимаются более 500 детей. Поделились и планами на будущее. Планируется в этом году уже ко дню республики открытие культурно-досугового центра в микрорайоне Западном. Это пристройка 14-й школы. Там будут размещаться досуговые центры, там будет филиал библиотеки и филиал музыкальной школы, так же, как и в микрорайоне Кировском. По словам Дмитрия Дородура, это позволит вовлечь в культурную жизнь столицы еще больше детей и молодежи. Татьяна Лилица, Салават Шайхулисламов, Первый Приднестровский.